Я заслуженный мастер спорта по классическому парашютизму, трехкратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка мира и Европы, лауреат книги рекордов Гейнеса, а сегодня фото-видео оператор. Видели вообще парашют в воздухе? В кино. Длина стропа у него 9 метров, площадь купола больше 80 метров. Тебе сколько лет? 13. Поскольку у нас 15 лет, у нас 15 лет уже можно выполнять прыжки с парашютом. Мне было 17 лет и встала перед проблемой, чем заниматься, то есть что делать. Мне приснился сон, будто бы я стою, вот высота, вот обрез вот этого самолета. Хотя я в жизни не летала на самолете. И на следующий день перехожу в техникум, я училась в техникуме тогда, перехожу в техникум, там висит объявление о наборе в группу парашютистов. Мы прыгали, тренировались, ну не помню где, но в общем в условиях штиля. То есть когда конус, конус это указатель ветра для парашютистов, это очень важно. Нам нужно направление знать для того, чтобы обеспечить точное приземление. А штилевые условия, это конус тяжелый, и он не показывает силу ветра. Вернее направление ветра не показывает. И мы взяли у моделистов такую ленточку и просто на обычную палочку ее приделали. А он всегда показывал. Даже вот эти штили кажутся, а ленточка все равно всегда хвостик покажет. И мы с собой ее в Швецию увезли. Вот и возле палатки поставили. И вот нас за это дисквалифицировали в женский прыжок. Нам всем поставили баранки. За то, что как будто бы у нас была антенна, по которой нам наш тренер передает там какую-то информацию. Ну в общем глупость вообще самое глупее не придумаешь. Вот жетоны, они выдавались в каждой медали. Вот внутри нашей страны, допустим, на чемпионате СССР. Вот это вот за рекорды. То есть как дублирующие. То есть тебе выдает медаль и к ней прилагается жетон. Ну наверное рассчитывая на то, что когда-то человек их просто наденет на пижак или еще на что-нибудь. Вот я так думаю, что когда мне будет лет 90, вот я тогда вот жетон эти на себя надену. И буду ходить по площади 5-го года. Прошло ровно 20 лет. Со времени получения первой медали и последней медали ровно 20 лет. Я в 2000 году съездила на чемпионат мира, на заключительную в Японию. В небе я решила, что я ухожу. Мне голос сказал, что все, смотри, все, последний раз. Я ушла 44 года. Сильная. Здоровая. Значит желания очень много. То есть вот таких вот нереализованных там, ну прямо желания жить на земле и вообще что-то творить, и вообще что-то действовать, кому-то помогать. То есть вот такая вся была. Опа, оказалось я никому не нужна. И вот в этой ситуации имя, которое у меня сложилось в спорте, вот лоховую шутку со мной сыграло. Ни одному работодателю не хочется иметь у себя в штате заслуженного мастера спорта, чемпионку мира. Не просто там, что ты где-то поработала, тебе не поработало, ты просто не можешь найти работу. Так. И ты понимаешь, да, ну ничего страшного, это все очень хорошо наоборот. Вообще я просто очень счастлива, когда ты постоянно думаешь, ты думаешь, а потом вдруг небеса разверзлись, и тебе сверху дали то, что оказывается тебе хотел, мечтал, и вообще то, что тебе доставляет удовольствие. Вот это новое мое дело я нашла в фото- и видеосъемке. Это благодаря моей подруге уже вновь приобретено здесь, после спорта. Она тогда открыла фирму по проведению праздников, вот, и ей нужен был фотограф. То есть тоже там методы проб и ошибок, они ошиблись с одним фотографом. Я говорю, ну давай я попробую поснимать. Все, и начала. Смысл жизни, ну просто, по-моему, мне кажется, смысл жизни – это совершенствование, постоянное совершенствование, независимо от того, чем ты занимаешься, сколько тебе лет. И вот человек живет до тех пор, пока он совершенствуется. Вот летняя спартакиада народов СССР, 91-й год, последняя. Мы же не знаем, что это все в последний раз такое было. Вот, что наша страна такая большая, красивая и дружная, якобы, развалится. У нас огромная страна, огромная страна, в которой поменялась система. С одной системой, то есть мы постоянно в каком-то раздрыге, вот, страна. И при этом мы еще умудряемся сохранить уважение и не забыть еще о том, что у нас были спортсмены в прошлом. Но сейчас вообще спортсмены, я считаю, что в хороших условиях находятся и тренировочные базы, и вообще процесс соревновательный, и финансирование. То есть это значительно лучше стало. И обижаться на страну я не могу. Не могу и не хочу. То есть я патриот, и знаю, что у меня Россия, она вот такая, вот такая. У нее всегда есть крайности в нашей стране. И мы такие же, ведь мы точно такие же, потому что Россия состоит из нас. Вот какие мы, такая наша страна. Ну, наверное, одним словом я не могу сказать, что такое для меня родина. Вот я прилетаю в Москву, в ту еще Москву, ту, не сегодняшний европейский вот этот вот красивый город, а в ту Москву, в нашу, в Советского Союза, там, в России 90-х. И я выхожу с трапа, мне хотелось упасть на эту грязную, заплеванную вот эту московскую землю. Но это значит, что это моя родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова